Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вкратце вопрос человека состоит в том, что после того, как ее партнер уехал на учебу в другую страну, у автора вопроса потерялся вкус к ЖИК. У автора вопроса не можешь ничем заниматься, автору вопроса ничего не нравится, автору вопроса ничего не интересует, автору вопроса чувствует себя бесполезной, автору вопроса переживает как бы по поводу того, что она ничем не увлекается, ничего не делает, ничем не занимается, вот. И, собственно, автор вопроса говорит о том, что было в ее жизни, когда она учила в школе, вот, она пела, вот, она танцевала и хорошо училась, а теперь внутри нее только лишь пустопа. что здесь хочется сказать? Ну, во-первых, нужно, на мой взгляд, подробно разобрать, что вот вообще произошло, да? То есть, что случилось? Ведь, если раньше у вас все было хорошо, если раньше вы чем-то увлекались, вот, то сейчас, как бы, находясь в отношениях, вам это все, судя по описанию, нравится перестало. И, на мой взгляд, конечно же, у этого есть какие-то причины. На мой взгляд, у этого есть какие-то основания, на мой взгляд, это с чем-то связано. Связано это с тем, что в какой-то момент, ради отношений, вы стали забивать на себя. И это не случайность, то, что так стало происходить. Здесь вызывает вопрос то, вот, когда вы в своем детстве хорошо учились, пели, танцевали, вот, ради чего это было? На мой взгляд, это было ради того, чтобы быть на хорошем счету. На мой взгляд, это было ради того, чтобы чувствовать себя как-то. Чтобы чувствовать себя, ну, какой-то. То есть, вам, вероятно, не вот столько нравилось это все, сколько была возможность почувствовать себя, ну, вот, что называется, да, в безопасности, что называется почувствовать себя значимой, что называется почувствовать себя ценной, например, да, и так далее. То есть, это вот вопрос вашей мотивации. Понятно, что я не знаю всех, как бы, тонкостей, я не знаю всех деталей, я могу ошибаться в этом смысле, в этом плане. Я могу чего-то не знать, и очень важно с вами об этом разговаривать, и очень важно с вами это обсуждать, потому что, ну, пока что, вот, неясно, да, вот, неясны, как бы, эти моменты, да, неясно, вот, что для вас было ценно. Так как бы, вот, в том, что вы делали, какова была ваша мотивация, ну, какова была ваша мотивация, условно говоря, этим всем заниматься. Вот, то, что мотивация была, да, это факт, то, что мотивация была, это правда. То, что вы этим занимались, да, это всё было, это всё верно. Но, что вас мотивировало, этим занимался большой вопрос. И когда вы начали испытывать что-то, что, в общем-то, стало перекрывать ваши какие-то тенденции, вот. Я не думаю, я не думаю, повторюсь, я не думаю, что это произошло случайно. Я думаю, что это произошло по довольно-таки, ну, такой, серьёзной, если можно так сказать, по довольно серьёзной причине. И то, что вы говорите про семью и ребёнка, да, вот, я бы здесь задался бы вопросом, а что для меня это значит, семья-ребёнок? Что для меня это значит? То есть, вот именно, конкретно, если мы говорим про значимость того, с чего вы хотите. То есть, иными словами, вы сейчас сами себе, да, предлагаете, ну, как бы, уйти от того, с чего вы хотите. Просто, 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 просто уйти от этого. На мой взгляд, это далеко не лучшая идея, потому что, когда вы будете уходить, вы будете себя ломать. Вот, вы будете, ну, сталкиваться с сопротивлением, как мне, по крайней мере, кажется, как мне думается. Вот, и в общем и целом, как бы, ну, вы будете, вероятно, ну, условно говоря, ну, вы будете, вот, саботировать, что называется, да, вы будете саботировать, как бы, сами себя. Вот, честно говоря, это, ну, абсолютно деструктивная история, и тратить время на это ваша и, в общем-то, специалисты, на мой взгляд, не совсем рациональны. Вот, поэтому, мне кажется, что самым лучшим для вас вариантом было бы всё-таки идти от обратного. А именно, что значит идти от обратного, да? Идти от обратного, это, значит, постараться увидеть, что такого важного для вас в семье Риббинга. Я думаю, что вам не составит такого прямо большого труда увидеть, что речь идёт про защищённых. Я думаю, что вам не составит прямо такого большого труда увидеть, что речь идёт про то, чтобы почувствовать себя в безопасности. И, коли так, то вы боретесь с некой тревожностью. И мне кажется, что косвенно вы называете причину своей тревожности, косвенно. Косвенно вы обозначаете причину своей тревожности и говорите, что мои родители будут видеть меня бесполезно, потому что я сама считаю себя бесполезной. То есть, иными словами, вы как-то сейчас, ну вот, тяготеете, можно так вот выразиться, к тому, чтобы доказать себе и другим, что вы можете быть полезной. Тут есть такая ловушка, что, как бы, полезность – это некий такой, как бы, конечный результат. Это конечный результат, который, которого довольно сложно достичь прямо здесь и сейчас. И, как мне кажется, вы сталкиваетесь с этим, с тем, что его сложно достичь. Мне кажется, что вы сталкиваетесь с тем, что, ну, не получается стать полезной. Такой, какой, ну, вот, какой вы себя видите, не получается стать. И, собственно говоря, вот эта фрустрация, она мучительна для вас. Она мучительна для вас, она отравляет вас, она отравляет вас, и вы всеми силами старайтесь не уйти. И сейчас самым легким способом, с учетом того, что у вас уже есть молодой человек, вам кажется, самым легким способом стать полезной – это вот занять такую, ну, можно сказать, социально одобряемую, что ли, позицию в виде, в виде идеальной жены, идеальной матери. Вы будете требовать от себя этого. Так или иначе. Но... Постоянно будете в тревоге. Постоянно будете в тревоге относительно того, что вот как-то вот не получается. Поэтому мне кажется, что вот с этими тенденциями вам необходимо разбираться. В первую очередь. Вопрос, как снова начать интересоваться хоть чем-то в жизни и как найти себя, решается через психотерапию. Сосредством психотерапии. Потому что ваше состояние, оно не простое. Ваше состояние, оно совершенно очевидно, довольно сильно влияет на качество вашей жизни. И, в общем-то, вам нужна психотерапия. Поэтому выбирайте себе психолога, договаривайтесь о работе и начинайте, собственно говоря, возвращаться к себе. В какой-то момент вы себя потеряли. Это довольно частое явление среди людей, которые ставят во главу пользу, потому что пользу нужно приносить кому-то. А значит, я буду идеализировать этого кого-то и, соответственно, как бы вот якобы получать от этого удовольствие. Ну, по факту получается, конечно, что нет. Никакого удовольствия и, так скажем, какого-то удовлетворения от этого вы не получаете. Вот. Ну и отношения с родителями здесь, очевидно, тоже на вас как-то влияют. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.